Молекулярные онкологии 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 Использование набора не является гарантией стандартизации. Но так или иначе, те наборы, которые на сегодняшний день зарегистрированы, честно говоря, они покрывают только наиболее частые мутации. Вот и получается, если вы применяете наборы, у вас 35% мутации. Если делаете тест КРАСНРАС правильно, то у вас этих мутаций не 35%, а 50-55%. На самом-то деле очень важный комментарий, потому что получается, что в рутинной практике большинство лабораторий используют именно наборы, они не досчитываются определенного количества мутаций. Ну, казалось бы, ну ладно, по ошибке назначили РБТУКС или ВИКТИБИС пациенту с мутацией. Что тут такого? Ну, не будет эффекта. Хуже того, что будет негативный эффект. Есть целый ряд исследований, которые показывают, что ошибочное назначение препаратов ускоряет рост опухоли с мутациями. Это были моногенные тесты, но все-таки одно из самых главных событий сегодняшнего десятилетия, фактически, это действительно внедрение в повседневную клиническую практику технологии секвенирования нового поколения. Что из себя представляет секвенирование нового поколения? Это метод, который так или иначе позволяет случайным образом делать неограниченное количество прочтений на матрице ДНК. Получается, что когда количество фрагментов бесконечное, то так или иначе, если вы делаете бесконечное количество случайных прочтений, то вы сможете полностью прочитать любую нуклеотидную последовательность генетическую при условии, что компьютер потом сможет из этих фрагментов воссоздать единое целое. Именно поэтому секвенирование нового поколения, в общем-то, на сегодняшний день стало основным методом для мультигенного анализа опухолей. Но на сегодняшний день у нас известно несколько десятков, а может быть даже при расширенном толковании, несколько сотен генов, которые могут потенциально иметь какую-то клиническую значимость. И для целого ряда ситуаций, вместо того, чтобы перебирать один ген за другим, намного лучше использовать принципиально новую платформу, которая одновременно сможет определить статус всех мишеней. Другой нюанс секвенирования нового поколения – это все тоже особенно связанное с бесконечным количеством прочтений. Если у вас опухолевые клетки не удается выделить в чистом виде, и они окружены значительным количеством клеток нормальных, многие стандартные методы с этим анализом не справятся. А вот секвенирование нового поколения, оно способно определить статус мутации, даже если опухолевая клетка окружена избытком нормальных тканей. Ну, на сегодняшний день, если мы, допустим, берем рак легкого или меланому, я большого смысла в применении секвенирования нового поколения не вижу. Потому что, грубо говоря, если у вас рак легкого у некурящего человека, то достаточно простой GFR-тест найдет вам мутацию у каждого третьего пациента. И если одна мутация нашла, они же все реципрокны, то получается продолжение теста, честно говоря, большого значения не имеет. То же самое касается меланомы. Там одна единственная мишень из частых – это БИРАФ. Все остальное, что бывает, это редкость. Ну, например, там кит-мутация при кожной меланоме, крайне редкие. Вы сделали БИРАФ-тест в 60% случаях, если вы все правильно делаете, вы мутацию нашли. Зачем делать НЖС? Когда применяется секвенирование нового поколения? Когда у вас в опухолях низкая вероятность обнаружения каждой из мутаций. Ну, например, для рака молочной железы, честно говоря, вероятность того, что вы обнаружите мутацию в гене GFR, ну, наверное, 1 на 10 тысяч. А если вы берете все известные гены, которым есть мишени, и GFR, RAL, CROSS и так далее, ну, все-таки эта вероятность до каких-то 2-3% увеличивается. Ну, посмотрите, значит, что существует. Здесь же важно не просто принцип метода как таковой, а попытки так или иначе обеспечить какие-то клинические испытания в данной ситуации. И что показывают клинические испытания? В данном случае одно из самых популярных исследований. Что делали? Брали всех пациентов подряд, у которых исчерпаны возможности к терапии, и подряд им пытались сделать стандартную панель на все значимые гены, которым есть или могут быть подобраны лекарства. Ну, посмотрите, на самом деле, какой это непростой труд. Мы понимаем, конечно, что эти пациенты, у которых исчерпаны возможности для лечения. И если на входе у нас тысяча пациентов, то на самом-то деле только 200 из них, 199, если быть педантом, дошли до возможности получать терапию. Что мы видим? Ну, на самом-то деле, если мы говорим про такую частоту, показатель, как частота объективных ответов, она есть, но она достаточно низкая, посмотрите, 22,194. Но, правда, если брать другой показатель, время до прогрессирования, то вот на этой экспериментальной линии терапии, оно немножко лучше, чем на предыдущей линии терапии, примерно у третьих пациентов. Ну, так или иначе, на входе у нас тысяча пациентов, на выходе у нас 22 пациента, у которых есть объективное ответное экспериментальное лечение, и 63 пациента, у которых время прогрессирования на подобранной таким образом терапии выше, чем при предыдущей терапии. Как это трактовать? С точки зрения проверки концепции, ну, в общем-то, да, похоже, что в этом что-то есть. Но, конечно, мы явно хотим, чтобы количество успехов было больше. Еще один пример. В данном случае, на самом-то деле, достаточно спорный, на мой взгляд, подход. Что делают авторы? Ну, по сути дела, здесь две инновации. С одной стороны, расширенное толкование, что мы считаем мишенью. Ну, например, что делают специалисты? Опухоли, в которых P53 мутация, они им назначают ингибиторы ангиогенеза. Ну, в половине опухоли есть P53 мутация. Я специально попытался посмотреть источники, на чем основываются авторы, когда они полагают, что при P53 мутации целесообразно назначать ингибиторы ангиогенеза. Ну, на мой взгляд, в общем-то, это к доказательной медицине имеет достаточно косвенное отношение. Это единичные наблюдения, которые недостаточно обоснованы. Другой нюанс. Здесь авторы используют не только препараты, но и комбинации препаратов. Что получается? Надо понимать, что в этих исследованиях пока нет рандомизации, и ее очень сложно сделать. Но так или иначе, посмотрите. Здесь какое-то количество пациентов получает то, что считается антиангиогенными препаратами. Ну, я думаю, что понимают патантиангиогенные препараты? Ну, например, мультикиназные ингибиторы, Сутент, Пазапониб и так далее, и тому подобное. Ну, наверное, эти все мультикиназные ингибиторы специалисты знают, что если попытаться случайным образом назначать всех безнадежным пациентам, то в каком-то проценте случая, в общем-то, у нас эффект будет наблюдаться. Ну, хотя бы на уровне стабилизации, а может быть, даже и ответа. Сказать, что эти мультикиназные ингибиторы – антиангиогенные вещества? Вряд ли. Более того, назначаются комбинации препаратов. Ну, опять же, на самом-то деле, авастин, который улучшает доставку любых препаратов к опухолевым тканям, ну, он может оказывать в каких-то случаях потенциирующий эффект. ПДЛ-1 позитивная экспрессия в данном случае рассматривается как показание для назначения препарата. И, опять же, ну, мы все знаем, что если случайным образом, без какого-то ли отбора, назначать ПДЛ-1 ингибиторы всем больным подряд, то в нескольких процентах, несомненно, будет эффект. Вот и получается. Эффекты, несомненно, есть. Вопрос. Какая часть этих эффектов связана с эмпирическим подбором препаратов? То есть, если бы мы давали, допустим, мультикиназные ингибиторы или иммунную терапию всем пациентам без разбора, а какой процент успеха связан с тем, что, да, действительно подобрали препарат? Еще один подход. В данном случае еще более расширяются показания для назначения препарата. Это не только мутации, но это еще увеличение экспрессии. Ну, грубо говоря, как это понимать? В нейроэндокринных опухолях, я просто знаю по своим работам, примерно в половине случаев увеличена экспрессия онкогена РЕД. К онкогену РЕД, к онкобелку РЕД, есть несколько ингибиторов. Ну, например, вандотониб, который дорогой, но при этом все-таки у нас он зарегистрирован в стране. Есть новые ингибиторы. Я не помню их название, честно говоря. И вот получается, что если в опухоли есть какой-то порог для того, что называть активностью гена, если есть увеличение экспрессии, назначается препарат. Есть случай ответа? Несомненно, есть. Но, опять же, тут надо понимать, очень сложно, так как нет рандомизации, так как нет группы контроля, очень сложно сказать, что считать успехом для таких исследований. Ну, по крайней мере, посмотрите, здесь, казалось бы, неплохие результаты, потому что это, опять же, берут очень предлеченных пациентов, у которых нет стандартных опций для терапии. Авторы зарегистрировали стабилизацию заболевания или объективный ответ у 26% пациентов из 107, которые получали лечение. Но на входе-то у нас 303 пациента, то есть 2 трети вообще никакого лечения не смогли получить по результатам этого теста. По крайней мере, по интерпретации авторов они считают, что они не смогли достичь тех показателей эффективности исследования, которые было спрогнозировано. Стали популярными так называемые агностические тесты. Что подразумевается? Что вам не важно, какая опухоль, если есть молекулярное нарушение, то вы назначаете терапию. Ну, в качестве примера, зарегистрированное показание – это микросателитная нестабильность и НТРК-мутации, неважно, какая опухоль, вы праве назначить препараты. Ну, общее количество мутаций, так называемая мутационная нагрузка – это более пока еще экспериментальный подход. Микросателитная нестабильность – очень важный тест. На самом деле, на мой взгляд, им излом употребляют, потому что, если брать реалии, то микросателитная нестабильность бывает при опухолях толстой кишки, иногда при опухолях желудка, очень редко при глиомах и гриобластомах, очень редко при раке яичника. Ну, вот, пожалуй, и все. Частенько, допустим, мне от отчаяния присылают на тестирование карциномы поджелудочной железы микросателитной нестабильности. Ни одного случая не видел, и, честно говоря, если использовать правильный тест, то, в общем-то, и не будет подобных случаев. Есть еще масса примеров, где микросателитная нестабильность не бывает никогда. Здесь во многом вопрос, какое тестирование используется. Ну, по крайней мере, для регистрации препаратов иммуномодуляторов использовали все-таки молекулярные тесты, которые достаточно специфичны. Если использовать другие тесты, косвенные, то тогда количество, в общем-то, подобных ситуаций, оно может увеличиваться. Но еще раз говорю, что если мы говорим про регистрационные показания препаратов, то все-таки они ориентировались на молекулярные тесты. А даже в опухолях толстой кишки, честно говоря, фактическая встречаемость микросателитной нестабильности, крайне низкая, находится в районе 1%. Совокупная мутационная нагрузка. Вот этот тест, его вообще планируют, на самом деле, применять для иммунотерапии. Но на сегодняшний день он требует только НГС-анализа, только мультигенного секвенирования. Это, честно говоря, достаточно трудоемкий тест и дорогой, который сложно сделать быстро. Поэтому, честно говоря, судьба вот именно этого агностического теста, ну, не то, чтобы она неясная, надо еще, чтобы несколько лет прошло, чтобы понять, насколько это действительно значимо и как это инкорпорировать в клиническую практику. Большую популярность лет 10 назад приобрели так называемые мультигенные экспрессионные тесты. В чем идея? Как они применяются? Они в основном применяются для того, чтобы дискриминировать, где у нас опухоли опасны и где не опасны. В основном, чтобы определить показания, кому назначать эдюантную терапию, кому не назначать. Идея такая, что берется несколько генов, ассоциированных с агрессивным течением опухоли, и вычисляется определенный компьютерный алгоритм, где при превышении определенного индекса, рассчитанного компьютером, целесообразно назначать эдюантную терапию или делать какую-то другую интервенцию. Вся задача – делить агрессивные опухоли, которые требуют интервенции, вот не агрессивные, которые интервенции не требуют. Ну, например, извечная проблема при раке простаты – вмешиваться или нет. Вот для этого существуют такие компьютерные алгоритмы. Ну, в чем здесь смысл? На самом-то деле, в условиях лаборатории по одному гену, можно сказать прогностическому, что будет, но это сложно запатентовать. А вот интеллектуальная собственность – это сами компьютерные алгоритмы. За границей эти тесты относительно регулярно используются. До нас они практически не дошли. Почему? Потому что, во-первых, честно говоря, их реальная клиническая значимость, ну, остается спорной. Если есть хорошая морфология, есть хороший морфолог, не очень понятно, что этот тест добавляет. Второй момент – все эти тесты, они централизованы. Соответственно, их надо не просто делать быстро, а еще перевозить образцы за границу. Это, в общем-то, не просто, и все это по совокупности безумно дорого. Получается, что у нас в стране подобные тесты, в общем-то, по понятным вполне причинам, используются достаточно редко. Я сейчас очень увлекся тестами биологическими на чувствительность, потому что, на самом-то деле, я еще, даже когда я в институте учился, уже вот эти бактериологические тесты были нормой. Поступает человек в больницу, первое, что делают, это посев, и потом на живых бактериях определяют, каким антибиотикам эти бактерии чувствительные. Нечто подобное можно пытаться делать и с опухолью. Здесь какие есть подходы? Здесь можно делать, с одной стороны, пытаться культуру клеток получить, это в центре графическое изображение, а еще более интересный подход – это попытаться перевить эти опухолевые клетки иммунодефицитным мышам. Почему иммунодефицитным? Чтобы не было реакции откоржения ткани. Но интуитивно-интуитивно эти методики очень понятны, и они очень привлекательны. На самом-то деле, вот эти попытки перебивать опухолекультуру для каждого пациента и делать лекарственные тесты, они делались довольно давно. Только сейчас приходит понимание, что здесь довольно много артефактов, потому что, на самом-то деле, очень часто в культуре растут неопухолевые клетки, а другие клетки неопухолевые. Поэтому, когда вы изучаете действия препарата, не совсем понятно, что вы делаете с субстратом. Но, справедливости ради, надо сказать, что когда мы говорим о перевивке опухолей иммунодефицитным мышам, то здесь, по крайней мере, эффективность этого метода выше. Но, как ни парадоксально, сам факт, что мыши иммунодефицитные влияют на спектр лекарственной чувствительности. Оказывается, когда мы назначаем глиевек пациенту с гастроинтестинальной стромальной опухолью, это не только действие глиевека, это еще и действие иммунной системы у пациента. Если мы, по крайней мере, в экспериментах на мышах, даем глиевек необычным мышам, у которых растет гастроинтестинальная стромальная опухоль, а иммунодефицитных мышам, у которых такая же опухоль, то клинического ответа не будет. Вот и получается, что, казалось бы, в общем-то, вещь, которой принято пренебрегать, роль иммунных реакций в формировании ответа на стандартную лекарственную терапию, она тоже очень велика, и получается, что вообще адекватность этих моделей, насколько действительно они помогут предсказывать эффективность терапии, она не столь очевидна, но более того, если вы обратитесь к инфекционистам, сейчас это специально снова стало по понятным причинам очень востребованной, так вот, инфекционисты вам скажут, что результаты посева – это, конечно, хорошо, но далеко не всегда результаты посева, и результаты теста на антибиотиков, они соответствуют реальному клиническому эффекту. С ксенографтами работать очень тяжело, и здесь есть абсолютно уникальные попытки. Ну, например, есть прозрачная рыбка зебрафиш. Что такое зебрафиш? Это чем хороша эта рыбка? Ее легко содержать, и она абсолютно прозрачная, соответственно, за счет того, что она прозрачная, очень многое, что происходит в организме, видно. Что ухитряются делать ученые? Они опухоли прививают не мышам, все-таки попробуйте мышей содержать, рыбкам, которые живут в аквариуме. А как им при этом доставляют лекарственный препарат? Воду добавляют. Вот и получается, что для пероральных лекарственных препаратов это, в общем-то, неплохой метод тестирования. Да, я показываю работу, где на самом-то деле именно на примере зебрафиш показывают, что это вполне жизнеспособная модель с точки зрения экспериментов с ксенографтами. Еще одна инновация – это все-таки жидкостная биопсия. На сегодняшний день использование жидкостной биопсии, честно говоря, далеко от использования как реального суррогата опухолевой массы, потому что на самом-то деле огромное количество технических трудностей связано с тем, что только очень небольшая часть опухолевой ДНК попадает в кровоток, и при этом, что важно, не всегда попадает, и поэтому тесты, которые сделаны по крови вместо опухоли, они на сегодняшний день не информативны. Но так или иначе, если мы говорим, опять же, пытаемся дать прогноз на ближайшие 10 лет, совершенствуются методы жидкостной биопсии, увеличивается количество знаний в отношении жидкостной биопсии, и, в общем-то, есть определенное ожидание, что в ближайшие 10 лет жидкостная биопсия будет больше использоваться для того, чтобы выбирать лекарственную терапию. По крайней мере, на этапе, когда опухоль приобретает резистентность, и надо следить за эволюцией молекулярных подрядов опухоли и подбирать новое лечение. Итак, выводы. Что может оказаться, в общем-то, более и более востребованным в ближайшее десятилетие? Это не просто моногенный анализ, а мультигенный мутационный экспрессионный анализ опухоли. Это жидкостная биопсия, и это так или иначе биологические тесты, которые ориентированы на то, чтобы анализировать чувствительность опухоли к тем или иным препаратам. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok